Привет! Только ленивый не обсудил, что Тесла в лице Илона Маска представила новый автомобиль Кибертрак, которому предписано отгрызть свой кусок рынка пикапов. Так вот, я не ленивый! Следующими, кстати, наверное, станут автобусы. Да, и дизайнеры явно дали волю своему внутреннему ребенку. Несмотря на некоторые очевидные аналогии, на самом деле дизайнеры вдохновлялись машинами из оригинального Блейдраннера. Ну, вроде бы. Ну, просто про это было столько мемов, что я не уверена уже откуда как бы даже исходила информация. Так что это не точно. В общем, народ шутит, и в целом дизайн многих порадовал. В конце концов, будущему нужны футуристичные машины или нет. Не оценили, кстати, идею, похоже, только акционеры Теслы. Так вот, после презентации акции корпорации просели сразу на 6%. Скучные люди! Ну, а вообще, с точки зрения конструкции, Кибертраку обещают изрядную бронированность. Ведь он собран из нержавеющей стали, которая как бы даже не проминается под ударом кувалды. Вот здесь видно, как вот они вот делают стук, а она такая берет и выдерживает. А окна выдерживают падение стального шарика. Ну, по крайней мере, претестов. Потому что при броске вот в реальное окно, вот здесь вот как бы, смотрите, как он бросает и старается. В общем, вышла неувязочка. А в остальном все как обычно у Теслы. Разгон до сотни миль на одной зарядке. В багажник помещается квадроцикл. Ну, все отлично. Ведь только люди и гадают, как транспортировать свой квадроцикл. Правда? В общем, в машине все классно, ну, кроме одного углы. Вот, честно говоря, они выглядят очень небезопасно. То есть, я прям представляю, как идет человек, подскальзывается на банановой кожуре, как в мультике. И в общем, бачком так. Ааааа. В общем, неудивительно, что на машину, чей выход в серию намечен на 2021 год, уже сделано 140 тысяч предзаказов. Правда, насчет этих 140 тысяч предзаказов заказать можно без предоплаты. Но как бы и с другой стороны рекламы, кроме презентации, никакой не было. Так что информация какая есть, такая и есть А меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий этих дней А теперь небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего выпуска Не думаю, что кто-нибудь любит длинные очереди, толкучку в магазине и борьбу даже за не особо-то и нужный товар К сожалению, именно такое впечатление зачастую складывается о распродажах на Черную Пятницу после зарубежных фильмов и новостей Ну а серьезно, зачем устраивать из Черной Пятницы целое ЧП? А тем более игнорировать выгоду мероприятия, которое наконец дошло и до просторов СНГ Ведь в 2019 году можно закупаться в интернете с комфортом и безопасностью Особенно если это делать с помощью Letyshops С 28 ноября, 12 по Москве, до 1 декабря включительно Покупай любые товары по скидкам до 70% у лучших и проверенных партнеров Letyshops К примеру, Алиэкспресс, Букинг, iHerb и многие другие К скидке получай сверху кэшбэк с покупок вплоть до 20% Да и не забудьте установить расширение от Letyshops, которое показывает динамику цен и рейтинг продавца на Алиэкспресс Имейте ввиду, каждый, кто вернет кэшбэк в этот период, получит билеты на розыгрыш девайсов от Letyshops Среди которых 3 iPhone 11, 15 наушников AirPods Pro и целых 32 пауэрбанка от Xiaomi И если бы я выбирала, что добывать на Черную Пятницу А как вообще известно, из той смешной картинки, которая пронеслась на днях моей ленте Ты никогда не знаешь, что тебе нужно, пока не зайдешь на Алиэкспресс Поэтому каждый явно найдет или уже знает, что ему или ей надо А мне приглянулись вот эти штуки В описании список тоже будет и может вам тоже что-нибудь приглянется Там же переходи по ссылке на сайт Letyshops и не забывай пользоваться бонусами расширения и выживай в Черную Пятницу А теперь к остальным новостям и историям Потому что самое время рассказать про большой бабах С прототипом Старшипа недавно случился, ну так сказать, небольшой конфуз Спойлеры А именно, при как бы заправке криожидкости он немного взорвался Но, по словам инженеров, в тот момент как раз проводились испытания баков на максимальное давление Так что такой исход был абсолютно нормальным и прогнозируемым Восстанавливать этот прототип не будут, а просто учтут полученные данные и начнут строить новый Да, на всякий случай уточню, что упомятнутая кориогенная жидкость была жидким кислородом Ну, или азот И вреда окружающей среде этот бум не нанес Так что все это мероприятие скорее не неудача, а привык от неудач Ну и самый главный момент, почему я все это показываю Потому что, если все происходит не за наш счет, контролируемо и никто не пострадал То всегда занятно посмотреть на дорогой фейерверк Ну ладно, с гипотетического полета к Марсу вернемся на Землю Потому что давненько у нас не было новостей об археологии И еще я очень давненько не говорила, как же это круто открывать Когда уже давно казалось, что все открыто Ну, правда же? Исследователи Ямагатского университета и японского отделения IBM Нашли новые геоглифы в долине Наска А именно, 143 новых изображения 100 40 3 Это очень много Учитывая, что раньше ученые знали примерно о сотне законченных рисунков разной сохранности Ну, конечно, не считая нескольких тысяч линий и простых фигур Это ничего себе такой буст, а Что характерно, открытие совершили не столько в полевой экспедиции Сколько анализируют снимки и трехмерные сканы местности с помощью ИИ Разработанного IBM Так что новые географы не только дали новую информацию историкам Но и неплохо так продвинули вперед искусственный интеллект И что самое классное в этой новости Линии Наска оказались чем-то вот, что полностью изучено То есть, они зарисованы там С площадочки туристических все вот видно Да вот наблюдать можно А нет, все равно открыли что-то новое И да, еще раз, это дает надежду на то, что неразведанного еще океана И маленькая лужа, и не обязательно за ним даже в космос лететь Так что, может, и вы что-нибудь когда-нибудь откроете, а? Ладно, помните пару выпусков назад? Я рассказывала про такие противные чехлы на телефон из искусственной кожи Которые можно гладить и нажимать Так вот, ученые из Северо-Западного университета Иллинойса И городского университета Гонконга Разработали кожу, которая может гладить и нажимать на вас Ничего себе, ответочка от эпителия, да? Короче, эпидермальная VR-система, потому что настоящие ученые не могут называть свои разработки просто Состоит из нескольких слоев силикона и... Состоит из нескольких слоев силикона, полимеров и ткани с крохотными моторчиками внутри всего этого бутерброда В экспериментальном прототипе их 32 в квадрате на... В экспериментальном прототипе их 32 в квадрате 15 на 15 сантиметров Но в будущем никто не мешает их сделать меньше и, соответственно, запихнуть больше на ту же площадь Моторчики с беспроводным питанием и таким же беспроводным управлением И при подаче сигнала начинают вибрировать, вызывая на кожу, которая прилегает ощущение касания Есть мнение, что что-то подобное вроде как применяется в некоторых взрослых игрушках Но дело в том, что новая кожа имеет куда большую сферу применения Например, из нее можно сделать полноценный комбинезон с обратной связью для виртуальной реальности Ну или придать чувствительность протезам В общем, здоровская штука и ждем новых прототипов Вроде бы, кстати, технология безопасна, передает только касание Так что костюм не сможет вас задушить, даже если вы запутаете в проводах Потому что проводов нету Ну и боль он вряд ли сможет причинить Ну то есть, ввазать вам как следует за шутки на форумах, наверное, никто не сможет Ну и это немного успокаивает Хотя это не повод вести себя плохо Пока вы вот думаете о том, как вести себя на форумах Можно посмотреть на географическую карту Титана Неожиданно, да? После красот Плутона, в принципе, удивить народ сложно, но я попробую Так вот, почему мы не видели карту раньше? Раньше как бы особой информации о конкретной географии Титана не было У него как бы слишком плотная облачная атмосфера Что через нее вообще что-то можно было увидеть Но благодаря инфракрасным снимкам Кассини Который, кстати, провел в системе Сатурна почти 20 лет Карту все-таки удалось оставить Так что еще космических интересностей в пределах нашей системы Ух ты! Есть где полазить да поглазеть А вот если у вас появились какие-то вопросы То вот еще один Удастся ли Николасу Кейджу сыграть, возможно, как бы самую сложную роль в своей карьере? Вот это вопрос, да? Потому что сейчас идут переговоры о съемках фильма Невыносимый вес огромного таланта В котором Николас Кейдж должен будет сыграть Николаса Кейджа Испытывающего финансовые трудности актера Чьи последние фильмы провалились в прокате А под маской маска еще одна маска Я, честно говоря, чуть напомнила эту картинку по Матимовску беду То есть выход фильма, если он таки состоится Запланирован на 2021 год Но народ в соцсетях уже обсуждает, что А актера на главную роль можно было бы подобрать и получше Ну, так как вы считаете? Я, например, радуюсь, когда вижу Кейджа фильмов Ну, типа, просто радуюсь Ты его видишь и сразу понимаешь, сейчас будет весело Кстати, давненько знаете, чего не было? Глупых воришек Так вот, наиболее глупый воришка, или точнее, залезатель в дома Это тот, который решил ломиться в дом к миниатюрной Вилле Мерфи 82-летней старушки Бывшей профессиональной чемпионкой тяжелой атлетики Так, вот сама история Сперва некто начал ломиться к даме, говоря о том, что нужно вызвать скорую А бабуля, как бы, ну, видимо, подозрительна Она не открыла и вызвала полицию Что там на самом деле было непонятно Но дело в том, что вылезатель затем влез в дом И тут бабуля точно не растерялась И встретила неприятеля достаточно жестко Пробила столом неприятелю голову Изрядно избила метлой И, в общем, короче, и вылила в лицо шампунь Преступник без сознания в больнице, а бабуля подняла себе известности Ну, а дальше они, наверное, все сами разберутся А я говорю спасибо всем подписчикам Неновости Плюс И отдельное спасибо мистеру Хомяку И не забывайте о распродаже Черной Пятницы Которая стартует 28 ноября Ссылки в описании Кстати, хорошей вам всем, ребята и девчата Недели и приятных выходных Подписывайтесь на нас везде-везде И да, с вами была Елена Рассохина Пока Ууу!